Донская палеонтология Донская палеонтология Донская палеонтология Донская палеонтология Донская палеонтология был человек. Вся жизнь Николая Ивановича, это беспрерывный труд, труд изо дня в день без отдыха. Доктора давно предписывали ему отдых, посещение Кавказа, но без работы, вдали от своих дел, он изнывал. Вот мне очень нравится, не корысть, жажда увеличения богатства побуждала Николая Ивановича к работе, а выработанная годами система жизни ни одного дня без работы. И очень любили работать у него, как пишут в этом некрологии, автор это вот один из работников Николая Ивановича. И очень мне понравилось, что незлобивый, уживчивый, исключительный человек, который неумышленно не был способен даже пожелать кому-либо зла. Редко о каком руководителе вот такие простые, не общие слова, а какие-то действительно искренние слова, наверное, можно услышать. Так каким же человеком был вот наш герой, с чего он начинал и к чему пришел? А вот первая часть его жизни, к сожалению, даже вот те справочники Российской империи, которые удалось найти и ознакомиться с данными о купце Чурилине, нам не говорят ничего, мы знаем только дату смерти, знаем, что деятельность его была связана со второй половиной девятнадцатого века в Ростове-на-Дону, ну вот как сказано, Чурилий Николай Иванович, русский православного вероисповедания, купец первой гильдии, работал в Ростове-на-Дону, жил в Ростове-на-Дону, имел супругу, пятерых детей, образование получил домашнее, был завод, паровая мельница и так далее, и так далее, благотворитель, а вот о первой половине его жизни мы даже и не знаем. Загадочная история, что ничего не удалось узнать о первых годах его жизни, деятельности, работы. Да, потому что первые сведения это 1860-е годы, годы, ну вот как бы сейчас мы назвали, запуска его промышленных предприятий, было оно не одно. А можно вот немножко, извините, что перебила, такой небольшой экскурс, вот вообще в этот период, что в этот момент представлял из себя город Ростов-на-Дону, когда вот он запустил свои предприятия, что здесь уже было, каким город был? Ну как развитие и локомотив всего это торговля, потому что это торговый город, за торговлей подтянется промышленность, но она появится позже. Пока мы говорим о второй половине века 19-го, произошло отмена крепостного права, до ярмарки, до торговля, до привозимые из Турции, вывозимые в Турцию товары, это и море, и Азовское, и Черное, морские пути, начинает отстраиваться ростовский порт, который потом выведет Ростов на одно из первых мест в Российской империи, и сюда стягиваются люди, думаю, уже неоднократно говорили, записывая другие выпуски, и есть экспонаты, артефакты, связанные с периодом, с этими личностями, и огромная коллекция, то, что мы же находимся в музее, а музей как собрание муз, и вот эти музы как раз посвящены ростовскому купечеству, появляется вот тот самый многочисленный класс, который отстроит этот город, и Николай Иванович Чурилин, купец Чурилин, это вот, ну, что называется классическая схема человека, который появится в Ростове, как и множество купцов ростовских, мы об этом тоже говорили, это что он имел домашнее образование, он не заканчивал университеты, у него не было ученых степеней, но так как человек природно обладающий вот этой сметливости, купеческой смекалкой, который мог собрать вокруг себя и открыть производство, умел зарабатывать деньги, потому что сфера деятельности очень широкая, вот такая четкая иллюстрация, когда не храните все яйца в одной корзине, то что надо раскладывать дела, и дела такие были, это были и производство, и сдача в аренду, и множество, множество, множество чего, то, что работало на него, и это был одним из вот тех старейших купцов, предпринимателей, промышленников, которые даже будут упоминаться одними из первых абонентами ростовской телефонной сети. Вот это очень интересно, да, что абоненты первой телефонной сети это, в общем-то, все наши герои, и мы им звоним сквозь эти столетия, пытаемся дозвониться, пытаемся что-то узнать. Там была буквально одна страничка, вот когда Карл Зигель открывает телефонную станцию в Ростове, и вот последняя буква Ч, Чурилин, макаронное производство, он был прежде всего, даже в телефонном справочнике записан как владелец макаронной фабрики. Макароны, галеты, вот то, что он производил, а еще мельница, и это все тесно связано вот с той торговлей, с теми кораблями, с которыми возят муку, пшеницу, пшеница, которая растет здесь, на Дону. Она невероятно высоко ценилась, да, ее же поставляли потом и в Италию. Да, тот же Парамонов, конечно, в огромных количествах. Городые сорта пшеницы, легенда, из которых потом появятся спагетти итальянские знаменитые. А что-то сохранилось из наследства Чурилина на сегодняшний день? Да, вот этот его промышленный комплекс, промышленный комплекс, который изначально был ближе к улице Большой, Садовой, а потом с течением времени будет отодвинуть, и здесь мы упомянем даже нашу науку и высшее образование, и это совершенно недалеко от центра города, от наших достопримечательностей, недалеко от нашего парка Горького, улица Большая Садовая, то есть буквально шаг от Большой Садовой, сейчас мы знаем это место как угол Большой Садовой и переулка Островского, тогда это переулок Почтовый, как значилось в адресах, в календарях, справочниках, обращаться к купцу Чирилину, собственный дом, а там был не только дом, а целый комплекс зданий и сооружений, где и находилось, вот стоит, наверное, зачитать происходившее на территории купца, вот одна из реклам 1895 года, паровая вальцевая мельница, паровая макаронная фабрика, воды искусственные, это производство, которое работало от паровых машин, А воды искусственные это лимонад? Да, 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 вот то, что мы сейчас воспринимаем как лимонады и ситро, то есть вот газировка наша любая, но тогда это было полноценно живое производство и, как правило, заводы, которые производили искусственные воды, почему? Потому что брожение, которое производили дрожжи, вырабатывается углекислый газ, и вот этот углекислый газ можно было пустить на газирование тех самых минеральных, искусственных ввод, которые неоднократно упоминаются, при том, что да, нам сейчас кажется, ну, тоже как само собой разумеющееся, то есть привезли этот баллон, тогда они это еще же были такие достаточно сравнить с нашими современными компьютерными числовым программным управлением всеми этими машинами и механизмами, то есть это все буквально делалось вручную, то есть вот машина запускалась и все-таки ручной труд преобладал. И помимо производства это еще и торговля, сдавались торговые площади, сдавались в аренду складские помещения, и вот то, что мне нравится, это торговля конца 19-начала 20-го века, вот эта бокалейная торговля, даже ей указано оптом и розницу бокалейно-колониальными товарами торговля, вот то, что мы сейчас опять же воспринимаем как само-самое разумеющееся, то есть как тогда было написано на этих лавках, на магазинах сахар, чай, кофе и другие колониальные товары. Тогда не было еще сахара из свеклы, был тростниковый сахар, чай, который возили действительно из Китая, кофе, который привозили из Африки и из Южной Америки, это была экзотика, тут вспомним и Павла Егоровича Чехова, который занимался торговли примерно тем же самым, и это был такой, мы бы сейчас назвали, ну промышленный квартал, потому что место, которое занимали все производства Чурилина, и еще и был собственный магазин на улице, большая садовая, где это все реализовывалось, причем производилось не все у Чурилина, вот тоже хлебное вино, он заказывал в Нижнем Новгороде от производителя, указано было, мне так нравится, гран-при в Париже, потрясающие очистки, только натуральные продукты, вот прям как сейчас, сейчас тут тоже, да, вот эта здоровая пища без всяких добавок. А вот мы что-нибудь знаем о том, как ростовские купцы вот в принципе вели дела, честно ли они вели дела, честно ли вел дела Чурилин, ну судя по некрологу, то он был честным человеком, но была ли среди них конкурентная борьба, или он был такой вот монопольщик, монополист, магнат? Да нет, в принципе, посмотрев на его деятельность, каких-то скандалов, связанных с ним, ну гремит Парамонов же у нас, вот Парамонов-Парамонов, ну вот Максимов, как Максимов, кстати, в доме Максимова был один из магазинов Чурилина, где продавали принадлежности к езде в каретах, и из страны, из-за океанской привозили даже, да, 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 вот о чем мы говорим, что это не только даже, что-то сиснуе, связанное с едой, с напитками, еще вот тут, думаю, зачтем эту рекламу, я думаю, тоже будет интересно нашим зрителям, работал спокойно, пятеро детей, двое сыновей, один возглавлял пивоваренное производство, другой макаронное производство, а находились они, в принципе, на одной территории, она даже сейчас сохранилась, сохранились эти здания, ну, большей частью, и вот эта его трудоспособность, о котором даже не ростовцы, хотя Ростов, да, это и благотворительность, ну, вот как я анонсировал, да, в его деятельности мы прослеживаем наше купечество, ну, потому что они же были здесь главными и жителями, как основная масса населения, и главным, самым многочисленным сословием, и управляли городом, гласные ростовской городской думы, избирались из числа купцов, и городской голова избирался, и числа купцов, это и биржевой комитет, и главы комитета донских гирл, это торговля, судоходство, морское и речное, и вот у него примерно то же самое, гласный городской думы, член биржевого комитета. Кстати, на этот счет мы недавно поспорили с одним, кстати, из телезрителей нашей программы, который сказал, что сословие, вот эта система сословий, принятая в Российской империи, она была губительна, а мне кажется, исходя из тех программ, которые мы с вами записываем, вовсе она не была такой, она была очень гибкой, потому что мы видим очень многих купцов, которые вышли из крестьян, вышли из каких-то абсолютно простых людей, да, из мещан, и да, поднимались все выше и выше, занимались политикой, да, и потом могли там в дальнейшем получить даже ведь и дворянство, то есть вполне себе, мы говорили о тех купцах, которые в прошлом из крепостных, да, вышли. Много было и таких, можно было и выкупиться, и дослужиться, выслужиться. Но вот наш Чурилин, да, он же и политикой занимался, городским опытом. Да, 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 вот его деятельность на Ниве избранном, когда он выбирается гласным городской думы, ну вот можно что-то перечислить из тех заслуг, вот связанная с общественно-политической жизнью Ростова, вот, член биржевого комитета, а еще председатель попечительского совета среднего механика-химико-технического училища. Сейчас будет современное его название, тут надо читать, я не могу это выговаривать. Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. То есть существует до сих пор? Да, ну это вот то, что мы знали, как радиотехническое наше училище, вот на Красноармейской, Буденовском, сейчас вот РКРИПТ, теперь такая у него аббревиатура. А попечителем был Чурилин. А чем он еще занимался? Почетный член окружного попечительства детских приютов. В 1770-е годы входил в состав Думы городского Ростова-на-Дону. В конце 99-х годов 19 века и поначалу века 20-го был гласным городской Думы. То есть вот его путь, это путь вот такого купца ростовского, как и многих из них, которые во второй половине своей жизни, заработав капитал, распределив этот капитал, должным образом, чтобы хватало и на благотворительность, и занимаясь деятельностью те же шахты. Потому что тогда шахты, это Парамонов, вот то, что он отдал потом для развития сыну, когда вот сын, занимавшийся революцией, он ему сказал, есть предприятие, Петрифор Трофимович, ты можешь его развить, и вот это был такой образец. Кстати, он там великолепно все строил. Да, 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 да. Там были и школы, и даже бары. Да, вот эта система, система обеспечения работников. И вот рядом же находился рудник Чурилина, вот как один из тех видов деятельности, новый для него, и вот с такой благодарностью отзывались те, кто работал и управлял этими рудниками. То есть вот такая биография человека, который, ну, вот как те, кто сделали Ростов, благодаря которым вот их капиталы, они отстраивали этот город, они участвовали в его создании, они управляли им, они жили здесь. И вот Николай Иванович, не зря он заслужил барельеф на купеческом дворе, вот на здании в центре города. Я так вот посмотрел хронологию, практически обо всех мы рассказали, те, кто барельефы там были помещены, уже современным ростовским купеческом. Один из, и не такой известный, ну, казалось бы, хотя и все это хозяйство сохранилось большей частью. Я вам признаюсь, я не слышала даже о фамилии Максимова, да, на слуху Парамонова, на слуху, но Чурилин нет. Вот история еще будет связана с тем, что в 1912 году городская дума решит построить на углу большой садовой доходный дом, городской доходный дом. Мы говорили о доходных домах ростовского купечества, но в том числе и о доходном доме купца Максимова, где на втором этаже соседала дума, а первые этажи занимали лавки купцов ростовских и не только. Вот дума, когда решила построить дом, который бы приносил доход городу, вот есть такая версия, что Николай Иванович скончался, потому что его попросили отодвинуть его участок, его владение, и на этом месте вырастет то здание, которое мы сейчас знаем, как здание пединститута и первое здание ростовского университета, точнее тогда еще маршавского. Так скончался, сердце не выдержало? Очень даже может быть. А, переволновался? Да, вот это все будет происходить. Ну, тогда он уже был достаточно пожилым человеком, не выдержало, вероятно, сердце. У человека, который, как мы читали в некрологии, не отдыхал, а работал, 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 не знал себя без работы. Хотя случались, конечно, и не очень приятные, связанные с деятельностью производства. Но мы знаем, вот взрывы на макаронной фабрике, ничего такого удивительного, это взрывалась пыль, мучная пыль. Но опасная производство. Да, достаточно опасная, но ведь тогда еще не было вот этих вентиляционных механизмов, которые удаляют вот тут взвесь пыли, она действительно взрывалась, и даже случился пожар. Местные жители жаловались. Тот же Приазовский край, начала 20-го века, просят городскую думу попросить господина Чурильна не возобновлять производство, не возобновлять восстановление строительства, потому что взрывы, они даже считали, что какие-то болезненные несут эти испарения пыли от производства макарон. Ну вот, да, ну вот это реалии начала века 20-го. И даже разбился мещанин, который упал в шахту какого-то подъемного механизма, мне так понравилось, разбившийся в лепешку, то, что от него осталось, было доставлено в городской морг. Вот это жестокая история. Да, а еще была одна история, связанная уже по смерти Николая Ивановича, вот зачитать, прям вот тоже достойные экранизации, прям вот такие театральные подмостки, это вот то, что происходит на его руднике, это вот история, которая связана даже с образом жизни, и вот с тем, что диктовала война, тогда это годы Первой мировой войны, рудники переходят в управление наследников Чурилина, и вот прочитав, ну и грустно, и смешно, что называется, 1915 год, компания служащих рудника, наследников Чурилина, собралась на квартире арендатора рудничного магазина, перекинуться в картишки и продегустировать виноградные соки. Так тогда назывались эти посиделки, так как было под запретом, был введен сухой закон, время военное, далее, под воздействием соковых паров был избит счетовод с больничной кассы. Случилось так, что он проигрался и обратился к другому участнику вечеринки, бухгалтеру, с просьбой уплатить долг за занятие с его дочерью, но, вероятно, подрабатывал репетиторством. Место долга счетовод получил тумаки в темной комнате, куда его завел коварный бухгалтер. На крики побитого явилась полиция и прекратила посиделки. Коварный бухгалтер, даже заголовок. Коварный бухгалтер. Скажите, пожалуйста, а мы знаем, что произошло с потомками и с наследством и наследниками Чурилина после 1917 года? Остались ли они в России? Уехали ли? Ничего, к сожалению, неизвестно. Можем сказать, что сыновья национализации предприятий до 1920 года, до установления в Ростове советской власти, были владельцами предприятий. Есть сведения о вот этой производственной базе, которая еще работала какое-то время в 20-е и 30-е годы, а потом эти здания, так же, как и склады, использовались, и один из научно-исследовательских институтов там был размещен. Ну, вот сведения советские, а куда исчезают дети, куда исчезают сыновья, может быть, кто-то остался, кто-то уехал, потому что было 5 аэродетей. Вот сведения о том, что происходит после 1917 года, после национализации, был завод газоминеральных вод, арендовал кооператив «Восходящее солнце», государственная техническая контора «Мельстрой», ну, мукомольное производство в 1923 год, мукомольно-макаронный комбинат «Нарком пищепрома», «Просоюз работников кондитерской промышленности» и пекла хлеб-клебопекарня номер 6 единого потребительского общества. Это до каких годов? 30-х или больше? Ну, вот последние сведения в 1936 год, когда на этой базе еще что-то работало. Еще надо отметить одну из сторон благотворительной деятельности Николая Ивановича. Он жертвовал афонским русским монахом на гору Афон, помогал материально. Вот Константинопольское подворье русского Андреевского скита на горе Афон отсылал требующиеся для жизнедеятельности скита. Вот там были вещества, которыми, вероятно, натирались подсвечники, лампады, горчицу он оплачивал. И вот на его бланке можно прочитать его производство, медали, которым они были награждены. И вот этот счет был на Константинопольское подворье русского Андреевского скита на горе Афон. То есть вот такая ее сторона благотворительной деятельности. Но вот в советское время это наверняка не упоминалось. Тут уже современные исследователи... И нам еще обещали рекламу седельных дел... Да, 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 да. Вот как это выглядело. Вот магазин Чурилина под городской управой дом Максимова. Большой выбор шорных экипажных принадлежностей, готовых седел и экипажей. Там же проводится перетяжка старых колес новыми резиновыми шинами товарищества резиновой американской мануфактуры. Шиномонтаж с размахом. Да. То есть можно сказать... Вообще-то очень интересно, да? Это было более ста лет назад, а все реалии жизненные нам очень близки. Вот я слушаю вас, и, в принципе, даже бытовые реалии как-то, ну, даже ближе, наверное, чем реалии 50-х годов 20-го века. Они как-то понятнее, что ли, может быть? Ну, так, в принципе, сравнить 100 лет прошло меньше, больше. И люди так же ведут себя. И вот сейчас купечество, оно прошло какое-то, да, современное, которое мы называем нашими предпринимателями, нашими, да, вот, современными купцами, купцы, которые вот сейчас примерно затимаются тем же самым. И было бы неплохо, вот так же, как и Николай Иванович, он был награжден медалью. Медаль-то называлась «За усердие». У него была шейная золотая медаль на Станиславской ленте 1792-й год. А что означает «На Станиславской ленте»? Круглая медаль с профилем императора Николая II. Они-то были и других императоров, но в наших фондах мы в музее. В музее богатые фонды, которые, и в частности, этот пласт ростовского купечества и истории нашего города. И у нас есть несколько таких медалей, золотых и серебряных медалей. На обороте ветвь лавровая, перетянутая лентой, надпись «За усердие». И носилась такая медаль на шее, на таком банте от ордена Святого Станислава. Были на Анинской ленте и у Николая Ивановича Чурилина была такая шейная медаль на ленте ордена Святого Станислава. Но Анинскую мы помним из «Анны на шее». Да, это вот Станиславская красная с белой окантовкой. Спасибо большое, как всегда, потрясающе интересно. Мы сегодня говорили о Николае Ивановиче Чурилине, как о человеке, который, наверное, является примером ростовского купца. Да, вот таким образом, как жил, как вел себя купец российский, купец Российской империи, купец Ростова-на-Дону. И как в память, вот на базе его производства сейчас одно из современных арт-пространств развернуто. То есть, его дело продолжает жить в том или ином виде? Да, когда это создавалось, там даже была растяжка. Мы приходили туда, снимали один из сюжетов, посвященных производству в Ростове-на-Дону, и там было написано, что здесь скоро откроется Чурилин-центр. Хорошо, что они о нем помнят. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»